Военное обозрение Казакии Октябрьская революция Вчера, 6.25 Казакии Октябрьская революция После отречения государя временное правительство уже 2 марта 1917 года в качестве первого акта проявления своей деятельности разослала по всей стране указ, в котором провозглашала полную немедленную амнистию по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушением военным восстанием, аграрным преступлением и т.д. свободу слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах допускающихся военными условиями отмену всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений немедленную подготовку к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны замену полиции и народной милиции с выборным начальством подчиненным органам местного самоуправления выборы в органы местного самоуправления на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования не разоружение и не вывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении при сохранении воинской дисциплины в строю и принесении военной службы устранения для солдат всех ограничений в пользование общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам после революции на политической сцене, кроме членов Государственной думы и временного правительства самочинно выступили партии социалистов разных оттенков а также группировки социал-демократов, меньшевиков и большевиков образовавшие совет рабочих и солдатских депутатов партии эти не имели еще своих руководителей которые находились в эмиграции, где искали опоры в своей деятельности в среде геополитических противников России в том числе и у германского правительства и его генерального штаба командный состав действующей армии и о происходивших событиях внутри страны знал лишь по газетным сведениям которые стали распространяться в большом количестве среди войсковых частей и в создавшихся условиях все надежды возлагались на временное правительство поначалу все эти разнообразные политические группировки временное правительство и высшие слои командного состава были в полном согласии в отношении происшедшей смены власти и свержения самодержави но в дальнейшем они встали на совершенно непримиримые позиции ведущая роль в разлагавшейся армии, в местных гарнизонах и в стране стала переходить к самочинной организации, совету рабочих и солдатских депутатов революция выдвинула к власти много людей совершенно никчемных и очень быстро это стало совершенно ясно военным министром был назначен Айгучков компетентность его по военным вопросам в сравнении с коллегами определялась пребыванием его в качестве гастролера во время Англобургской войны он оказался большим знатоком военного дела и при нем за два месяца сменили 150 высших начальников в том числе и 73 начдива, комкора и командарма при нем же появился приказ номер один по Петроградскому гарнизону ставший детонатором разрушения порядка сначала в столичном гарнизоне а затем и в тыловых, запасных и учебных частях армии но даже этот матерый разрушитель, устроивший беспощадную чистку командного состава не решился на подписание декларации прав солдата навязанной советом рабочих и солдатских депутатов Гучков вынужден был подать в отставку и 9 мая 1917 года новый военный министр Керенский подписал декларацию решительно запустив в дело могучий инструмент окончательного разложения действующей армии офицеры, мало разбиравшиеся в политике политического влияния на солдатскую массу не имели солдатскую массу идейно очень быстро возглавили эмиссары и агенты различных социалистических партий посланные советом рабочих и солдатских депутатов для пропаганды мира без аннексии и контрибуций солдаты больше сражаться не хотели и находили что если мир должен быть заключен без аннексии и контрибуций то дальнейшее кровопролитие бессмысленное и недопустимо начались массовые братания солдат на позициях рис один братания русских и немецких солдат но это было официальное объяснение тайна же состояла в том, что взял вверх лозунг долой войну, немедленно мир и немедленно отобрать землю у помещиков офицер сразу сделался врагом в имах солдатских ибо требовал продолжения войны и представлял в глазах солдат тип барина в военной форме сначала большинство офицеров стали примыкать к кадетской партии а солдатская масса стала сплошь эсеровской но вскоре солдаты разобрались, что эсеры с Керенским хотят продолжения войны и откладывают дележ земли до учредительного собрания такие намерения совершенно не входили в расчеты солдатской массы и явно противоречили их устремлениям вот тут-то проповедь большевиков и пришлась по вкусу и понятиям солдат их совершенно не интересовал интернационал, коммунизм и тому подобные вопросы но они быстро усвоили себе следующее начало будущей жизни немедленный мир, во что бы то ни стало конфискация ау имущественного класса любого сословия всего имущества уничтожение помещика, буржуя и вообще барина большинство офицеров не могли встать на такую позицию и солдаты стали смотреть на них, как на врагов политические офицеры были плохо подготовлены практически безоружные на митингах их легко забивал любой оратор умевший болтать языком и прочитавший несколько брошюр социалистического содержания ни о какой контрпропаганде не могло быть и речи офицеров никто и слушать не хотел в отдельных частях выгнали все начальство выбрали свое и объявили, что идут домой ибо воевать больше не хотят в других частях арестовали начальников и отправили в Петроград в совет рабочих и солдатских депутатов нашлись и такие части, преимущественно на Северном фронте где офицеров убивали временное правительство произвело смену всей администрации страны не дав новой формы организации власти и указания о порядке деятельности в новых условиях предоставив решение этих вопросов на местном уровне Советы рабочих и солдатских депутатов немедленно использовали это положение и объявили указ всей стране об организации местных советов Декларация прав солдата, обнародованная в армии вызвала изумление не только среди командного состава но и среди нижних чинов сохранивших еще сознание необходимости дисциплины и порядка в армии в этом обнаружилась настоящая суть временного правительства на которое возлагались надежды что оно поведет страну к подъему и восстановлению порядка а не к окончательному хаосу в армии и бесправию в стране Авторитет временного правительства был сильно подорван и между командным составом снизу доверху встал вопрос где искать спасение от развала армии Демократизация с первых дней революции вела к быстрому развалу действующей армии Отсутствие дисциплины и ответственности открывало возможность безнаказанного бегства с фронта и началось массовое дезертирство РИС Два поток дезертиров с фронта, 1917 год Эти массы бывших солдат с оружием и без него наполняли города и деревни и как бывшие фронтовики занимали господствующие положения в местных советах и становились вождями поднимавшегося с низов мятежного элемента Установившаяся власть не только не сдерживала самочинные выступления но и поощряла их А потому крестьянская масса приступила к решению своего главного исторического и бытового вопроса захвату земель А между тем с расстройством железнодорожного транспорта с развалом промышленности и прекращением доставки в деревню изделий городского производства связь деревни с городом все более сокращалась Городское население изолировалось от деревни Средства питания в города поступали плохо по той причине, что денежные знаки теряли всякую ценность и купить на них было нечего Фабрики, под лозунгом превращения их в собственность рабочих быстро превращались в мертвые организмы Чтобы прекратить разложение действующей армии высшие командиры, генералы Алексеев, Брусилов, Чербачев, Гурка и Драгомиров прибыли в Петроград 4 мая состоялось объединенное заседание Временного правительства Исполнительное комитета Совета рабочих и солдатских депутатов на котором были заслушаны заявления командного состава Речи генералов представили яркую картину развала действующей армии и бессилия командного состава остановить этот развал безвластной помощи Временную правительство В итоговом заявлении было сказано «Нам нужна власть, вы вырвали у нас почву из-под ног так потрудитесь ее восстановить Если вы хотите продолжать войну до победного конца то необходимо вернуть в армию власть На это член Совета рабочих и солдатских депутатов Скобелев ответил что революция не может начинаться и прекращаться по приказу Это демагогическое заявление и было основанием для происходившего развала армии и страны Действительно, все творцы революции относят революционные процессы к области метафизики По их представлению, революция движется и управляется законами циклов Вожди революции объясняют свое бессилие остановить разбушевавшуюся стихию тем что остановить ее никто не в силах и она должна пройти все циклы своего развития до логического конца и, только уничтожив все на своем пути что было связано с прошлым порядком стихия повернет вспять На Юго-Западном фронте до мая 1917 года не было ни одного убийства офицеров чем другие фронты похвастаться не могли Но даже популярному Брусилову не удавалось получить обещание от солдат наступать и атаковать вражеские позиции Уже безусловно главенствовал лозунг «Мир без аннексии и контрибуции» Баста Так велико было нежелание продолжать войну Брусилов писал «Позицию большевиков я понимал, ибо они проповедовали долой войну и немедленный мир во что бы то ни стало но никак не мог понять тактики эсеров и меньшевиков, которые более всех разваливали армию якобы во избежание контрреволюции и вместе с тем желали продолжения войны до победного конца Поэтому я пригласил военного министра Керенского прибыть на Юго-Западный фронт чтобы на митингах подтвердить требования наступления от имени Петросовета так как к этому времени авторитет Государственной Думы упал В средине мая Керенский побывал на Юго-Западном фронте произносил речь на митингах Солдатская мася встречала его восторженно обещала все, что угодно и нигде не исполнила своего обещания «Я понимал, что война окончена для нас, ибо не было никаких средств заставить войска воевать К маю войска всех фронтов совершенно вышли из повиновения и никаких мер воздействия предпринимать уже было невозможно Да и назначенных комиссаров слушались лишь постольку поскольку они потворствовали солдатам а когда они шли им наперекор солдаты отказывались выполнять и их распоряжения Так бойцы 7-го сибирского корпуса находившиеся на отдыхе в тылу наотрез отказались вернуться на фронт и объявили комиссару Борису Савенкову что желают отправиться для дальнейшего отдыха в Киев Никакие уговоры и угрозы Савенкова не помогли Таких случаев было много Правда, при объезде фронта Керенским его везде хорошо встречали и многое обещали но когда доходило до дела, брали свои обещания обратно Взяв окопы противника, войска на другой день самовольно их покинули вернувшись назад Они объявили, что так как аннексии и контрибуции требовать нельзя то они возвращаются на свои старые позиции Вот в такой обстановке Брусилов в мае 1917 года был назначен на должность верховного головнокомандующего Видя полный развал армии, не имея сил и средств переменить хоть событий он поставил себе цель хоть временно сохранить боеспособность армии и спасти офицеров от истребления Ему приходилось метаться из одной части в другую с трудом удерживая их от самовольного ухода с фронта иногда целыми дивизиями и корпусами Части с трудом соглашались вернуть начальство и оборонять свои позиции но наотрез отказывались от наступательных действий Беда была в том, что меньшевики и серы считавшие на словах необходимым поддерживать мощь армии и не желавшие разрыва с союзниками сами своими действиями разрушали армию Следует сказать, что подобные разрушительные процессы революционного брожения происходили и в других воюющих странах Во Франции волнения в действующей армии среди рабочих и общественности также начались в январе 1917 года Более подробно об этом было написано в военном обозрении в статье «Как Америка спасала Западную Европу от призрака мировой революции» Эта статья служит примером параллельности событий и подобности морального состояния армии воевавших стран и показывает, что военные тяготы и всевозможные недостатки в условиях позиционной трехлетней войны были присущи не только русской армии но и армиям других стран, в том числе и германской и французской Русская армия до отречения государей почти не знала крупных волнений в войсковых частях они начались под влиянием деморализации начавшейся сверху Пример Франции показывает еще и то, что революционная пропаганда и демагогия в какой бы стране она ни велась, построены по одному шаблону и базируются на возбуждении низменных человеческих инстинктов Во всех слоях общества и в правящей элите всегда находятся люди, сочувствующие этим лозунгам Но без участия армии революция не бывает и Франция была спасена тем, что в Париже не было безумного скопления как в Петрограде, запасных и учебных батальонов а также удалось избежать массового бегства частей с фронта Однако главное ее спасение было в появлении на ее территории вооруженных сил Америки поднявших моральное состояние командного и общественного состава общества пережила революционный процесс и развал армии Германия После прекращения борьбы с Антантой армия разложилась, внутри ее вела